Номера украли вчерашней ночью. Однако и сегодня здесь стоят несколько безымянных машин. В их числе и дорогие иномарки – представители отечественного автопрома. Хозяева транспорта говорят, что их двор тихий, спокойный. Раньше на этой площадке ничего подобного не происходило. Записка на лобовом стекле о том, что мы должны перечислить 500 гривен на вебмани. Отдаётся телефон мобильный, номер. Мы должны сообщить о том, что мы оплатили. Ну, естественно, никто на такое не поддаётся. Всё, поехали в РОБД. На оформление всех документов в милиции МРЭО Эльвира Прокопенко потратила два дня. За новые номерные знаки заплатила около 1000 гривен. Это дороже, чем на условиях грабителей, но решила не идти на поводу злоумышленников. Также советуют поступить и другим пострадавшим. На сегодня таких около 30. В милицию обратились 19 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте сейчас работала следственная оперативная группа. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Проводится опрос жителей МРЭО. Устанавливаются свидетели, очевидцы данного события. В Донецке такие кражи бывают редко, говорят представители завода-производителей автомобильных номеров. Здесь о подобных происшествиях узнают одними из первых. Ведь пострадавшие сразу звонят и интересуются, сколько стоит изготовление новых знаков. Это не первый случай. То есть до этого были прецеденты. Это не в первый раз. То есть конкретно на этом месте мы работаем уже под два года. Наверное, это уже раз, может быть, или второй, или третий. Где-то вот так вот. Чтобы вообще исключить подобные происшествия, правоохранители рекомендуют хозяевам авто не оставлять машины без присмотра. На ночь и вовсе загонять в гараж или на охраняемую стоянку. Ведь кражи номерных знаков не самое страшное, что могло произойти. С начала года в регионе похищено 37 автомобилей. Как правило, угоняют оставленные возле подъезда. Ростислав Сысоев, Евгений Красяков, Панорама.